Полагаю, ближайшие региональные выборы будут отличаться от прежних в двух отношениях. Во-первых, они проходят в начале сентября. Это значит, что большая часть предвыборной кампании проходит в городе в отпускной сезон, на селе в сезон сельскохозяйственных работ. То есть попросту никто не будет обращать внимания на агитаторов. Это значит, что наилучшие шансы имеют те, кто был хорошо известен задолго до выбора. И второй важный фактор – то, что сейчас вновь разрешены так называемые диванные партии. То есть такие, где весь личный состав партии можно усадить на одном диване. Такие партии, как правило, очень шумливы, но абсолютно недееспособны. Просто потому, что для того, чтобы партия могла что-то сделать, она должна быть достаточно многолюдной. Это значит, что такие партии растащат на себя изрядную часть голосов, которые принято называть протестным электоратом. То есть шансы партии власти – это не только «Единая Россия», но и другие партии, уже давно представленные в федеральных и местных законодательных собраниях и хорошо известны. Вот шансы всех этих партий власти резко растут. Ну а больше всего растут, естественно, шансы той партии, которая многочисленнее. Потому что в условиях информационного шума главное оказаться выше уровня этого шума. Так что я думаю, скорее всего, те меры, которых требовала наша оппозиция, ударят прежде всего по нашей оппозиции.